Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Если кому-то я кажусь бледненькой, больной и так далее, могу сказать, что я просто-напросто не накрашена. А если кому-то я кажусь очень хорошенькой, то вы имеете в виду, что я загораю. Я на самом деле человек, который загорает лицом при первой возможности, когда появляется солнце, и скоро я буду очень и очень загоревшей. Потому что загар на моем лице, да и на вашем, мне кажется, тоже. Хотя я никого не агитирую загорать, тем более без солнцезащитных кремов. Хотя я именно так и делаю, на мой взгляд, молодит очень и очень многих. Ну что ж, дорогие зрительницы, дорогие зрители, у меня растет мужская аудитория, чему я очень-очень рада. Это видео и для мужской, и для женской аудитории. Оно будет посвящено критике. Меня часто обвиняют прямо-таки в том, что я свой инстаграм превратила в мусорку. Но я много раз говорила, что инстаграм для меня это способ пропустить свои фотографии через фильтры, таким образом сделать заставочку. Инстаграм для меня это действительно способ, я нашла людей, которые меня поддерживают, которые мне пишут хорошие комментарии, которые, в общем-то, именно отзываются на то, что я посты, которые я делаю, они прямо-таки в суть вникают. И они меня чувствуют, мы с ними на одной волне, за что им большое спасибо. Но инстаграм для меня также стал демонстрацией, потому что я не тот блогер, который будет что-то долго писать. Я вообще не люблю писать, книгу свою забросила про минимализм. Потому что та, которая начала писать, она, в общем-то, погибла вместе с компьютером, до сих пор компьютер открыть, реанимировать не могут. Так вот, я... о чем я говорила, я вам про свою книгу. Так вот, я действительно очень часто пощу туда свои комментарии, которые мне адресованы, для того, чтобы дать возможность своим зрителям посмотреть, как можно так или иначе реагировать на критику в том числе. Именно о критике сегодня пойдет речь, и в последнее время я получила очень много критики. И в последнее время мое имя, по всей видимости, таскается так или иначе по интернету, склоняется. За что я очень и очень признательна, потому что Яна Скворцова стала поисковым запросом. Всем, кому я нравлюсь, все, кто смотрит мой канал, кто подписался, кто меня выбрал как автора, могу сказать большое спасибо и слова благодарности, и поздравления тоже, потому что Яна Скворцова стала официальным поисковым запросом. Яна Скворцова, как поисковый запрос, существует здесь на ютубе, стоит забить Яна Скворцова, и вам сразу выдаст массаж, гречневая диета, стритстайл, в общем-то, что только вам не выйдет, это и есть поисковый запрос. И, соответственно, в Яндекс, в WhatsApp, если вы заметите, то тоже будет видно, сколько раз люди искали, кто такая Яна Скворцова. Итак, речь пойдет о критике. Мы так или иначе получаем критику, потому что, ну, потому что мы ее получаем, кто-то считает, что он может раз нас и покритиковать. Мы выходим на лестничную площадку, встречаем соседку Люську, а она нам говорит, слушай, что ты не выспалась, болеешь, наверное, что у тебя в жизни там происходит, муж бьет. Ну, и какие-нибудь такие вот, в общем-то, комментарии можно получить. Ну, в той или иной степени, конечно же, все зависит от Люськи, которую мы встретим. Но очень часто в женском коллективе вот эта вот критика, ну, что-то сегодня не очень, что-то сегодня пододелось-то так, или там, а что за прическа у тебя, давно ходила ли к парикмахеру, либо наоборот, ты только сходила к парикмахеру, тебя спрашивают, что, парикмахер не с той ноги встал? Ты такая, а что, что случилось? Ну, он как-то подстриг тебя косо, раньше-то лучше было, а ты уже волосы свои отстригла, челочку сделала, и, в общем-то, ну, прилепить обратно не можешь, стоишь. И, в общем-то, в этой критике ты понимаешь, что это завуалированная критика. Ну, и бывает часто очень жесткая критика. Пример этой жесткой критики у меня в Инстаграме, здесь даже тестировать ее не буду. Итак, я разработала и предлагаю вам три способа, как реагировать на критику. И суть этого способа заключается в том, что это очень похоже на игру в пинг-понг. Когда критикуют вас, завуалировано, это такая скрытая агрессия, это прямо-таки желание самоутвердиться за ваш счет, это может быть все, что угодно. Здесь, в этом видео я это рассматривать не буду. Причин может быть миллион у человека, который вас критикует элементарно от плохого настроения до каких-то проблем, которые уходят в детство. Соответственно, вы должны представлять себе, что это некая игра в пинг-понг. Когда вас критикуют пинг-понг, шарик пинг-понга, при помощи которого вы массируете себе лицо, не забывайте, это очень важно для того, чтобы вас критиковали еще чаще, вы будете хорошо убить. В общем-то, критики будет очень много, но вы будете знать, как на нее реагировать, потому что это видео, посмотрите. Так вот, когда вас критикуют, считайте, что пинг-понг, он летит к вам, этот шарик летит к вам. И когда мы не знаем, как отреагировать на критику, так и получается, что шарик нам в лоб прилетает, и, в общем-то, на этом все и останавливается. Если мы будем знать, как этот шарик отразить, то пинг-понг прилетит, и шарик прилетит в лоб тому, кто эту критику нам посылает, потому что, как правило, те, кто критикуют, это люди, которые эмоционально распущенные, они не ожидают того, что на эту критику кто-то вообще может среагировать, и, как правило, они этим пользуются, и потому очень часто критикуют, потому что мы действительно не знаем, как среагировать. Итак, первый способ – это искренне удивиться. Например, вам сказали, что вы плохо выглядите, что это платье вам маловато, многие в комментариях мне написали, там кружевное платье мне маловато, ну и миллион вещей может быть, вы должны искренне удивиться, даже если вы знаете, что это правда. Ну вот вы знаете, что вы сегодня плохо спали, и вам тут раз в лицо констатируют зачем-то, что видно, что вы плохо спали ночью-то, вы должны удивиться, сказать, да, ты знаешь, слушай, ну странно, я сегодня в зеркало на себя смотрю, ну такая хорошенькая, я так себе понравилась, что решила даже не краситься, правильно? Не знаю, это прям как-то меня удивило даже, что вот говоришь мне, что я плохо выгляжу, или там прям, не знаю, я вот на весы встала и вижу, что у меня минус полтора килограмма, поэтому очень странно, что ты говоришь, что это платье мне маловато. Нужно очень сильно удивиться, все, вы отдали шарик пинг-понга тому, кто его вам посылает, и человек, он не знает, что делать, он, как правило, не знает, что говорить, либо он начинает, ну если такой подготовленный критикан, если такой подготовленный манипулятор, он говорит, да нет, нет, ты выглядишь плохо, вы тогда снова удивляетесь, и все, либо этот разговор затухает, и шарик падает никому не в лоб, но скорее всего он прилетит в лоб тому человеку, который вас критикует, потому что человек этой реакции не ожидает. От него теперь должна быть какая-то словесная подача, но он не готов, он не знает, как реагировать, соответственно, вы удивились театрально, вот так, прямо-таки, а потом вы вошли в роли, вы искренне удивляетесь, да вы что, плохо выгляжу, да прекрасно сегодня я выгляжу. Все, пауза, вы видите, что пинг-понг вам не отдают, пошли дальше. Другой способ отреагировать на критику, которая обезоружит вашего критикана, вашего визави, это сделать ему комплимент, да, вы получаете вот такую критику, ты что-то сегодня плохо выглядишь, не выспалась, ты что сегодня не накрасилась, ты что с мужем поссорилась, что с детьми проблемы, ну вот такую критику вы получаете. То есть критику, которая констатирует какие-то вещи, ну конечно же критикует ваш внешний образ, но это может быть все что угодно. Сегодня ты плохо выступила с докладом, ну что-то сегодня там до миллион вещей, каждый, я думаю, в такой жизненной ситуации был. Вы должны похвалить. Вот у меня есть видео про хамство, когда тетушка одна итальянка говорила, что я не там машину припарковала, машина ее, машина моя не мешала никому. Такие, такие случаи миллион раз повторяются у нас, каждое утро и каждый вечер на парковке перед садом была ситуация, и как раз таки я с утра и припарковала эту машину, записала видео, прихожу в машину, и в общем-то она мне говорит, что и ставить здесь нельзя, и все плохо, и кто я такая. Я на самом деле уже не помню, как эта ситуация развивалась, я на нее посмотрела и сказала, вы знаете, у вас такое красивое пальто. И она не знала, что мне ответить, вот на самом деле. Поэтому если вы вашего критика, не знаю, сделаете ему комплимент, похвалите как-то, да, у тебя плохой доклад, она вам говорит, либо он вам говорит, а вы ему, слушай, ну а ты вчера выступил, классно. Что в этом момент происходит? Человек опять же не знает, как себя вести. Вот этот пинг-понг, который он вам послал, он прилетает ему в лоб, потому что он чувствует элементарное даже неудобство и чувство вины за то, что он вас покритиковал, а вы ему в ответ вот такой комплимент. Но тоже вы ожидаете, в общем-то, паузы, если пинг-понг не начинает летать туда-сюда мячик, вы, в общем-то, опять уходите. А если он вас опять в ответ критикует, либо что-то вам говорит, вы просто повторяете этот комплимент, который изначально сказали. И, кстати, очень интересно и хорошо работает добавлять несколько, некую долю сарказма. Например, вы сказали, что у вас очень красивое пальто, точнее у вашего критикана очень красивое пальто. Ну и добавьте, что пуговицы вам нравятся особенно, там, не знаю, хлястик, например, да, там карманы прорезные, либо накладные, ну прям-таки вы таких в жизни не видели. Человек, кстати, почувствует себя вообще в этой ситуации очень неловко, потому что он увидит, почувствует, точнее, некий сарказм с вашей стороны, но при этом это вроде как комплимент. То есть бывает завуалированная критика, бывает завуалированный сарказм, но это к тому, в том случае, если вот опять же продолжится диалог. А если вы сказали комплимент, и вы чувствуете, что все, человек погас, все, пауза, и идете дальше по своим делам. Ну и третий способ, тоже не менее эффективный, это когда у вас настроение хорошее, позволяет ваше настроение, то взять и согласиться с тем, что, в общем-то, вам сказали. Вот в комментариях мне часто пишут, да вы, в общем-то, да не знаю, не очень хорошо выглядите, вот часто мне пишут по поводу внешности. На что я всегда отвечаю, да уж 40 лет почти, поэтому уж пора, пора, пора. Ну, в общем-то, в каком-то таком духе можно всегда соглашаться с той критикой, которую вам посылают. Ну, опять же, я все на себя перевожу, потому что, ну, комментарии по своим комментариям, точнее, это видео по мотивам тех комментариев, которые я получаю, записываю. Ну, я думаю, опять же, любой человек может представить себе ситуацию, когда он так или иначе получал критику, с ней нужно согласиться. Платье тебе маловато? Маловато. Ела много в последнее время, каюсь, вообще не знаю, как похудеть. Все, у человека в этот момент он, опять же, обезоружен, потому что вы не оправдываетесь. И, соответственно, он чувствует себя даже, возможно, неловко, потому что он указал вам на то, с чем вы согласны. Указал на ваш недостаток, а вы, в общем-то, да, вот такая вот жизнь. Вот так вот получилось, тут раз поправилась, вот тут не выспалась, тут косо накрасилась, тут волосы плохие, не причесалась. И, в общем-то, таким образом тоже, да, согласиться со своей критикой, точнее, со своим критиканом и с той критикой, которую он вам послал, это тоже очень хороший, эффективный способ. Отразить эту критику и, в общем-то, выйти из этого диалога, совершенно не пострадав от этой критики. Потому что вам будет очень интересно посмотреть, как себя ведет и как себя чувствует человек, который без спроса взял и позволил себе вас сегодня покритиковать. Что ж, желаю вам как можно реже с такими людьми сталкиваться и как можно реже попадать в такие ситуации, когда критику необходимо отражать. Я считаю, что это нужно делать, в особенности, если критиканы живут с нами на одной лестничной площадке, либо в одном подъезде, мы этих людей часто видим, либо тем более мы с ними работаем. Просто потому, просто потому, что такие люди очень часто нашу внутреннюю интеллигентность, наше хорошее воспитание, наше нежелание, наше нежелание участвовать в диалоге с людьми не очень умными, очень часто они рассматривают это действительно как зеленый свет. И хорошо, если этого человека мы встретили и потом забыли, кто это, а если мы встречаем его постоянно, лучше все-таки такие ситуации пресекать. Потому что в любом случае, как бы то ни было, могу вам сказать, как блогер, критика, она шатает твою психику и твое самоощущение в течение дня. Поэтому, если мы ее часто получаем, это не очень хорошо для нашего психологического равновесия, которое должно быть для нас самым-самым ценным. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.